Сегодня сюда мало кто заходит. Этому архиву много лет, и он почти забыт. Но зря. Среди тысяч уголовных дел, истории жизни и смерти есть уникальные. По всем законам логики, они не могли быть раскрыты, но были. Пришло время поднять эти уголовные дела. Это для вас особый случай. Доброе утро, Михалыч. Ключ от приемной. А не дам. Ой, нет сил для шуток. А я и не шучу. Начальник твой в кабинете ночевал. Там открыто. Понятно. Михалыч, не знаешь, в буфете уже есть эклеры. Какие эклеры? Зря. Сладкое улучшает настроение. Настроение, настроение. Шалава. Привет. Привет. Ты что, плакала? Держи, придержала тебя. Что случилось? Ну, говори. Степка мой опять нашался, как свинья. Всю ночь концерты устраивала. Сил больше нет. Бросила бы ты его уже. Да жалко мне. Нормальным парнем был. Вот именно. Был. Ну. Да не обращай внимания. Ей легко говорить. Как обычно. Да как обычно. Да, пожалуйста. О, пожалуйста. Куча! Куча! Мазико! Это не я! Это не я! Я пришла, он лежал! Это не я! Это не я! Киев. Осень 52-го года. Ранним утром. Машинист Каракомского начальника обнаружила в труп шефа. Это он? Василий Середюк. 44 года. Начальник отдела транспорта и связи. Горло перерезано опасной бритвой. Вот. И обратите внимание на описание места преступления. Так. На столе открыта бутылка шампанского Абрау Дюрсо. Не рановато ли для утра? Хорошо. Плитка шоколада, банка камчатских крабов, два бокала. От тела жертвы исходил аромат одеколона шипр. Свидание на рабочем месте? Похоже на то. Доброе утро, Варя. Доброе, Кладдия Ивановна. Я так и знала, что вы приедете. Тут особый случай. Вот. По горлу прямо здесь, в райкоме. Видите? Время смерти известно? Да. Трупное окочнение появилось только в конечностях. Ну, убит, думаю, где-то около трех часов назад. Так. Это что, приблизительно в шесть часов? Хорошо. На работе были единицы. Вань, пойдем-ка в кабинет. Посмотрим, что. Андрей Геннадьевич, ты чем порадуешь? Здравствуйте. А вы что здесь делаете? Мне нужен старшая группа майор Кажан. Я майор Кажан. А вы кто? Женщина. Я Табуев, председатель аэрокома. Что тут у вас? Это у вас убийство. И не только убийство, но и ограбление. Сейф открыт. Знаете, что там было? Часы, слава, наградные. С гравировкой к 35-летию Октябрьской революции. Десять штук. Грамоты. Три тысячи с торублевками. Бухгалтерия премию приготовила. С кем мог выпивать убитый в шесть утра? Ну, я не знаю. Сторожа спросить надо. Спросим. Это не трогать. Информация не для всех. Середюк занимался ценными грузами. Тут тоже, если что надо, спрашивай. Скажите, убитый был женат? Ну да. Клавдия Ивановна, можно у вас? Тогда спросите, пожалуйста, у сторожа. Как ему любовница убитого? Судя по всему, женщина фигуристая. Это что? Это тут было? Что это? Белье чехословацкое. Четвертый размер. Да. Такую, сторож, точно заметил бы. Я сейчас, я сейчас его приведу, я его сам спрошу. Что по орудию убийства? Пальчики есть. Марка бритвы? Поющая. Поющей в народе называли только одну бритву. Немецкий Золенген. При бритье она шла легко, издавая при этом поющий звук. Золенген в первую очередь ценилась за остроту лезвия. Такой пользовался Сталин. Он предпочитал бриться самостоятельно. Ближе к смерти вождя стали брить парикмахеры. Правда, использовали при этом безопасный станок-жилет. Вот. Это что? Это нашли в кабинете убитого на подоконнике. Вот это. Ну и что это? Так в 50-е годы выглядели пудреницы. Значит, ночная гость и забыла там пудреницу. Ну, честно говоря, особых проблем не вижу. Вычислить любовницу, снять пальчики от тебя и убийца. Ох, не торопитесь, не торопитесь. В этом деле обнаружили и мужской след. От импортных ботинок, британских военных, на полу, рядом с трупом. Ну, так мало ли кто наследил. Но нет, нет, нет. Уборщица еще накануне поздно вечером хорошенько помыла полы. И в приемной, и в кабинете. Так что лишних в этом деле следов нет. Назяко, а ваш начальник часто оставался работать ночью? Часто, не знаю. Раз в неделю оставался точно. А от чего это зависело? Вчера собирался домой, а потом резко передумал. Из-за чего? Я думаю, это как-то связано с вчерашним посетителем. Каким посетителем? С ремонным. Вы кто? Вам, вам туда, вам туда нельзя, мужчина. Вы записаны? Назяко, это ко мне, не волнуйся. Я позвонил, его пропустили. Товарищ Середюк, а что это вы на звонки не отвечаете? Ты не перегибай. Не рискуй делом. Один звонок и... Назяко, сделай, пожалуйста, чайку. Два. Хотя, не надо. Уже поздно, время. Иди домой. Я сам. Я первый раз видела, чтобы шеф с кем-то так возился. Какого? Прошу вас, не надо. А дальше? Дальше что? Ушла. Прихожу утром, актер говорит, ключи не сдавались, шеф в кабинете и... Там я его и застала. Шеи порезаны. Скажите, а среди частых посетительниц вашего шефа была некая женщина с четвертым размером груди? Я... Я не понимаю. Зачем вам это? Я Раиса Корниенко. А можно без посторонних? Уйдите. Мне председатель сказал сюда прийти. Я делопроизводитель. Когда нашли труп, я тоже там была. Я помню. Не сейчас. Погодите. Скажите, насеком, а где вы были сегодня в шесть часов утра? Вот. Назякома Малаури. Машинистка убитого. Молодая, незамужняя и пошногрутая. Поэтому оперативник ее и заподозрил? Ну, у Назяко алиби. В шесть утра, предположительное время убийства, она находилась в общежитии. Это подтвердила соседка по комнате. Угу. А можно посмотреть райкомовский журнал посещений? Меня заинтересовал мужчина, который ворвался в кабинет к убитому накануне в 18.00. Нет, копии журнала не сохранились. Сычки не нашли в нем ничего интересного, никаких упоминаний о том, что к убитому кто-то приходил в 18 часов. А как такое могло быть? Вахтер не зафиксировал? Или посетителя не было? А что это вы меня про этот журнал спрашиваете? Я только в десять вечера на дежурство заступил. Спрашивайте про то, что знаю. Хорошо, хорошо. О том, кто приходил накануне, мы спросим у вашего сменщика. А вот кто был в кабинете Середюка в шесть утра? Я не знаю. Не знаете. А как же так? Здесь вообще в шесть утра кто-то бывает? Вы не могли не заметить. Так не приходил никто. Клянусь. Но в кабинете у Середюка была баба. Откуда знаете? Запах гари услышал ближе к утру. Закрыл входную дверь, пошел в буфет проверить, что там у девчат подгорело. Ну и слышал. А в кабинете у Середюка папский голос. Барышню по голосу узнали? Нет. Через дверь. Мало ли. Наш Середюк еще тот ловелас. Кого у него только в том кабинете не было. И это только за мое дежурство. Тут девахи наши любили к нему похаживать. То есть там могла быть сотрудница райкома? Конечно. Ну как другая могла туда попасть? Просто кто-то не ушел с работы. Прямиком в кабинет. И все же, подумайте, есть ли возможность попасть в здание, минуя вахтера? Мимо нет. Мы всегда закрываем дверь. А вот туалет на первом этаже. Вариант. И окна там без решеток. Пойдемте посмотрим. Пойдем. Вот. Точно знаю. Если надо попасть не через парадный вход, вот люди вот сюда ныряют. А что? Первый этаж. Окно не закрыто. Так что могли легко с улицы попасть. Осторожно. Следы. А что за следы? Следы, как в кабинете у убитого. Только фрагмент более красивый. Сомнений нет. Британский, а военный, думаю, размер сорок пятый. Ну и кто же мог пропустить в райком постороннего? Алло. Это я. Да ну я. Новости у нас плохие. Баба какая-то в кабинете у него была. Да не знаю я. Ага. Хорошо, я попробую. Итак, что мы имеем? Поправьте, если что-то не так. Поправлю. Так, райкомовский начальник. Большой любитель женщин. Во время убийства или перед ним в кабинете было свидание. Если найти эту женщину, то многое прояснится. Ну и как бы вы ее искали, от нее остались только пудреницы и безгальтер? Ну, для начала бы я просил вдову. Если она женщина наблюдательная, могла бы помочь в поиске. Придя на работу в райком партии, машинистка обнаружила мертвым начальника отдела транспорта и связи Василия Сердюка. Его зарезали опасной бритвой. В кабинете убитого нашли пудреницу и бюстгальтер четвертого размера. Все указывало на то, что у Сердюка было свидание. Под подозрение попадает та самая машинистка, обнаружившая тело райкомовца. Дома никого. Это мы уже поняли. А вы кто? Я хозяйка квартиры. Ой, господи. Майор Кожан, уголовный розыск. Можно зайти? Можно. Ничего нет. Сейчас. Проходите. 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 Вы не спрашиваете, почему мы здесь? Спрашиваю. Почему? Ваш муж убит. Как? В шесть часов утра прямо в кабинете. Лезем по горлу. Плохой конец. Плохой даже для такого подлеца, как он. Я так понимаю, вы только что вернулись домой? На вас вечерний наряд. Ночной. И где же вы были ночью? Вернее, в шесть часов утра. На дне рождения подруги. На даче. Надя Шевцова. Она подтвердит. Что-то вы не очень удивились. Подозреваете кого-то? Ну да, конечно. Кого? У него роман был с машинисткой. К нам ее брат приходил. Угрожал. Иду! Слушаю. Мужа позови. Вася! Тут к тебе молодой человек. Ну что там еще? Сейчас подойдет. Он уже не молодой. Ноги быстро не передвигаются. Вы кто? Брат Назико. Гоча. Здравствуй, Гоча. Уберите свою грязную руку. Вы сестру мою обидели. Жениться обещали. Если я еще раз увижу, что она плачет, я тебя зарежу. Ты меня понял? Пока, Гоча. И чем закончилась эта история? Да ни с чем. На машинистку он бросил. А потом с кем спутался, я не знаю. Простите. О, я вижу, вы заинтересовались братом машинистки? Да, за неимением вариантов. Ну, хорошо. Гоча Мамалаури, 19 лет, проходил срочную службу. Угу. Вспыльчивый. По малолетке привлекался за драку. Ну, кажется, исправился. Во всяком случае, по месту службы парня характеризовали положительно. А вы читаете о нем? Читаете там? Нет, ну, все равно, это все субъективно. Давайте о фактах. Алиби на момент убийства у него есть? А вот с этим проблема. Мамалаури получил увольнительную. И в день убийства в части его не было. Привет, свестренка. Ты что, теперь со мной совсем не разговариваешь, да? А ты как думаешь? Это что? Я тебя просила. Я просила тебя вмешиваться. Назико, ты что, совсем не в себе? Не в себе. Не в себе. Не в себе. Мамаури, потише. Милиция. Здравия желаю. Мы здесь разговариваем. Вижу. Только без лишних движений. Я и стою. Вот и хорошо. Пройдемте. Со мной. Обои. Куда? По дороге, объясню. Пошли. Пошли. Это уголовный розыск. Мы тут шутить не любим. Тем более, что, кажется, вы нам не все рассказали. Середюк обещал жениться на мне. Склонил к сожительству. Но обманул. И с женой так и не развелся. Как и когда ваш брат узнал об этом? Как-то увидел, что Середюк меня к дому подвозил. Поцеловались и Гоча все понял. А может быть, вы специально подослали его? Чтобы угрожал? Да я клянусь, я не знала, что он поедет к Середюку. А это? Что? Я увидела ее возле трупа. Подумала, это Гоча зажигалка. Что? Куча, куча. Куча, куча. Куча, куча. Куча, куча, куча. Все-таки 10 штук пропало. Где-то должны были всплыть. Ай, ты моя хорошая, ты моя умничка. Ай, молодец. Ну, бери. Ты не понял, мне деньги нужны, мало ли что на часах этих. Часы чистые. И деньги будут, клянусь. Примешь ставочку на белую молнию. Да погоди ты со своей ставочкой. 35 лет Октябрьской революции. Ты чего? А ты чего? Мало ли что на часах этих. Мы уперлись. В тупике мы. Значит так, разворачиваемся и роем в другом направлении. Да. Вот только в каком? Прежде всего, допросить супругу. У нее есть алиби? Не проверяли. Пока занимались машинисткой. А вот это очень зря. Потому что именно она получает массу выгод от смерти Середюка. Ей дают страховку. Она получает повышенную пенсию союзного значения. Ну и банально квартиру, машину, дачу. Ну займемся. Ну и надо бы установить эту пышногрудую любовницу. Ну хорошо. С этим тоже затянули. Постараемся установить. Че приперся? Работы своей нет. Так перерыв же. Решил заскочить. Степка, задолбал ты меня. Что, я к своей жене уже не могу зайти? Можешь. Только ты ж не просто так приперся. Все рыщешь, ревнуешь. Достал ты меня со своей ревностью. Я ревную? С какого-то припугу. Нормальных баб вокруг полно. Могу не приходить. Ну вот и все. Все? Все. Стол грязный. Где? Тут. Ты че тут ломишься? Кого тут ищешь? Вы это мне? А кому еще? Может, еще кого-то тут видишь? И я не посмотрю, что вроде приличный. Он дачу соседнюю. Такие же интеллигентишки обнесли. О чем это вы? Ой. Так о чем же вы сразу-то не сказали? Вы не думайте. Просто бдительность. Так а вы по поводу кражи на даче? Нет. Я по другому вопрос. Наталья Середюк. Это ваша подруга? Да. Жалко ее. Мужа потеряла. Такой славный был. При должности райкомовской. Наталья заявила, что была у вас на даче. Ночью с 27 на 28 октября. Это правда? Да, была. Я их с мужем приглашала. Он не смог приехать, так Наталья за двоих отдувалась. Да, да. А вот и шашлычок. А у меня есть тост. За любовь. Девочки. За то, чтобы твой мужик не оставался допоздна на работе с очередной стервой. О. Бляхомуха. И хранил тебе верность. Тихо, дети спят. А пусть знают, как оно. Наташ, ты в порядке? Все в ажуре. И чтобы врал тебе красиво. Наташ. В котором часу у вас закончилось застолье? Ну, где-то в час ночи. Я гостей по спальням растасовала. А во сколько вы ее видели утром? Ну, где-то в 10 утра встали. Оф, ты тоже уже встала? Ага. Фу, опять ты эту гадость с утра. Молока бы лучше выпила. Подруга, ты бы лучше завтрак приготовила. Получается, в 6 часов утра вы ее не видели? Ну, как я могла? Мы же выпили, отсыпались. Понятно. И последний вопрос. С кем в спальне ночевала Наталья? Что такое? Ну, понимаете, тут такое дело. Только чур я вам не говорила. Оказывается, у вдовы райкомовца уже давно был любовник, окошко. Кто такой? Жил в том же доме, что и Середюки. И являлся представителем, как бы это сказать правильно, с золотой молодежью. Так, а кто был его отец? Отчим. Его отчим был заведующим военным складом. Угу. Сразу вспоминается след британского ботинка, оставленный на месте преступления. Думаю, сын такого отца мог иметь ленд-бельзовскую обувь. Мог. А размер какой у Артура? Подходящий. 45-й. Наталья, а у вас просто нереально застать дома. Послушайте, у меня похорон. Мне сейчас не до вас. Хотите поговорить? Шлите повестки, ясно? Боюсь, вам придется притормозить. Мы знаем о вас и вашем любовнике Артуре. И что вы там знаете? Например, то, что вы напились. И целой компании рассказали о том, что хранится в сейфе вашего мужа. И что вы хотите этим сказать? Я только спрашиваю. Это вы или ваш любовник Артур? Среди ночи уезжали с дачи подруги. Я нет. Понимаете, я проснулась, а Артура нет. Потом он заходит, одетый. В котором часу? Ну, я не помню. А светало. Послушайте, а вы думаете, Артур мог убить мужа? Вы мне скажите. Сейчас светает в 6.45. А вашего мужа убили около шести часов. Дурак. Вот дурак. А какой смысл Артуру убивать Середюка? Понимаете, у них стычка была пару недель назад на ипподроме. Между прочим, в гладких скачках участвует единственная порода. Английская, чистокровная, верховая. Вон она, белая молния. Моя любимая. Красивая. Наталья! А что ты тут делаешь? С этим молокососом? Не позорься. Ты вон со своей машинисткой приперся. Стоит красотка. Так, все. Мы идем домой. Руки убрал! Вася! Вася! Ну прекратите! Отпусти! Что, успокоился молокососом? Отпусти! А вы что, не знали, что ваш муж ходит на ипподром? Зачем вы туда пошли с любовником? Наоборот. Знала, конечно. Конечно. Середюк ни одного старта не пропускал. Хотела позлить. Да, позлили. Кажется, ваш Артур отомстил Середюку. Дурак. Вот дурак. А вы знаете, где сейчас Артура искать? Артур, стой. Стой, кого я убью. Надо шнурак залезать. О, давай. Давай скорее. Артур какошка? Кто спрашивает? Поговорить надо. Ты как, в порядке? Ясно. Стоять! Куда стоять? Стоять! Опа! Новенькие часы славы. Откуда? Не скажу. Ты кто такой? Уголовный розыск. Что ты сразу не сказал? Батю моему, позвони! Позвонит. Веди его. Пошли. Ой, достойные похороны, я так считаю. И жена постаралась мирайком. Да. Пусть земля ему будет пухом. Горячий мужчина был этот Середюк. Ну, насколько я знаю, он на кости особо не бросался. Ой, а на тебя там бросался. А на таких, как Зинка, он заглядывался. Вы что, совсем с дуба рухнули? Долго не стойте, посуду мыть надо. Зря ты начала. Что? Я слышала о кабинете у Середюкали фон, нашли. Но пышную. А сколько у нас в райкоме таких? Думаю, немало. Ну, что за лефон? Вроде бы чехословацкий. Четвертый размер, говорят. Зря вы так. А может, не знаете, кто батя у меня? Вашего отчима мы хорошо знаем. Придется, да, потолкуем. Почему убежал? Думал, от ростовщика пришли. Дяди Гоши. Слыхали о таком? Нет. Давай вспоминай, Артур. Где был ночь с 27 на 28 октября? На даче. И никуда не отлучался? Никуда. А вот у нас другая информация. А ну-ка, покажи часы. Что вы к этим часам прицепились? Снимай. К 35-летию октябрьской социалистической революции. Ну и что? А то, что 10 точно таких же часов пропало из сейфа убитого райкомовца. Где он? Стойте. Тут. Туда нельзя. Пустите. А вот это, кажется, твой отец. Это что? Пая, я все объясню. Что? Объясню. Придя на работу в райком партии, машинистка обнаружила мертвым начальника отдела транспорта и связи Василия Сердюка. Его завязали опасной бритвой. В кабинете убитого нашли пудреницу и бюстгальтер четвертого размера. Из сейфа исчезли 10 наградных часов слава, грамоты и 3 тысячи рублей. Сыщики выяснили, у жены убитого был любовник Артур Кокошко. У него находят часы, идентичные тем, что пропали из сейфа Сердюка. Пая, я все объясню. Что объясню? Меня в обкоме наградили часами. Они пропали. Ты их украл? Да, Артур. Не позавидуешь твоему выбору. Скажешь, у отца украл, получишь. А скажешь, не крал, обвиним в убийстве. Пап, прости, у меня долги были. Да я бы тебе вернул, выкупил и вернул. Вот только без этого. Выйдите, пожалуйста. Лучше тут оставайся. Дома прибью. Да, да, это я часы украл у бати. А к Наташкиновому мужу я не ездил. Да я чем хочешь поклясться могу. Наталья сказала, что выходил к рассвету. Да, к реке. Мы там в машине. Ну, вы понимаете. Нет, не понимаю. С Наташкиной подругой, Надькой, зажимались. Не тут. Тут слышно будет. Утро, скоро все проснутся. Сарай? К реке. Давай, тихо. Погоди. Какую-то странную жизнь ты ведешь, Артур. Да вы не подумайте это. По пьяни. Ладно. Как зовут женщину, с которой у реки в шесть часов зажимался? Надежда Шевцова. Только вы аккуратно. Она замужем. Так, и что? Шевцова подтвердила? Угу. Артуру повезло. Там вот сохранились ее показания. Насколько я знаю, Артур крепко получил тогда от своего отчима. Но остался на свободе. Это что ж получается? Все заново? Именно. Так, а это что такое? А, это заявление гражданки Мишкиной с сотрудницей райкомовского буфета. Вижу, она здесь говорит, что на нее напали. Было такое дело. В парке. А что? Да вот думаю, относится это как-то к убийству райкомовца. М? Зин, ты как? Это кто? Хакать твой? А, молчишь? Я сейчас у нее спрошу. А ну стой! Стой, кому говорю! Все, закончили? Больше ничего не вспомнили? Нет. Хорошо. Тогда можете идти домой. Муж с вами? Да. Если что-нибудь вспомните, непременно нам сообщите. Можете идти. Что? Я боюсь выходить. Меня убьет. Кто? Я вам кое-что не рассказала. Рассказывайте. Сейчас и рассказывайте. Это я была у Середюка. Когда? Когда его бритвой по голову я как раз в кабинете подлилась. Это меня и спасло. Маршруты давай. Идиоты! Вас всех там положат. Это особо ценный груз. Это не вело. Проверь. Ты чего? А-а-а! Вы видели убийцу? Нет. Я тогда в шкаф спряталась. Но вы уверены, что на вас напал тот же, кто убил Середюка? Я уверена. Я голос узнала. А что он сказал Середюку? Что-то про маршруты. Маршруты? Да. А Середюк что ему ответил? Вы не спешите. Вспоминайте. Он сказал убийце что-то наподобие это особо ценный груз. Вас всех порешают. Он просто как-то узнал, что я тоже там была. Я вам точно говорю, он меня убьет. Я боюсь. Не бойтесь. Мы вас защитим. Особо ценный груз? О чем могла идти речь? Ну, в начале 50-х продуктовые магазины уже были худо-бедно заполнены. А вот текстиль, например, страшный дефицит. На такое могли и позариться, чтобы потом перепродать артельщикам. Это что выходит? Убийца хотел получить у Середюка маршруты, по которым двигаются эти грузы? И что, ему удалось? Да нет, сыщики вовремя поняли замысел убийцы и вместе с военной прокуратурой выехали на задержание преступника. Боевая готовность. Че? Че-че? Едут. Давай. Спецгруз, пропускай. Документы предъявите на груз. Ребята, вам проблемы нужны? А тебе? Все, можно ехать. Открой борт. Не, ну не нагло. Давай, давай, разомнешься немножко. А то сидишь тут днями на своих спецгрузах. Здравия желаю, граждане бандиты. Руки вверх. Приплыли. Приплыли. Значит так, граждане бандиты, рассказывайте, как о маршруте узнали? Кто же вам скажет? Дядя Гоша сказал. Какой еще дядя Гоша? Я расстрела не хочу. Молодой. А понимает. Так, про дядю Гошу этого я уже слышала. Расставщик что ли? Он самый. Папа ипподрома. Все черные ставки на нем. А что их связывало с райкомовцем, Середюком? Середюк ставил на бегах. В общем, этот райкомовец по-крупному проигрался. Дядя Гоша ему денежку дал, чтобы тот рассчитался. Вась, а че это ты от меня бегаешь? Я? Когда тебе долг надо было перекрыть, ты сам меня искал? Ну, понимаешь, закрутился. Дела райкомовские. вы че? Вы че? Ну, я так понимаю, дядя Гоша был готов ему долг списать, если тот сдаст маршрут груза. Так, дальше что? Как в помещение попали? Кто из вас двоих убил райкомовца? Да мы тут не при делах. Ну, Даней пять назад. Ну, дядя Гоша пришел Даней пять назад и принес номер грузовой машины и сказал, где поджидать. Все? Все. Все. Бандиты не врали, надбритые не нашли их отпечатков, размеры обуви не подходили под след, оставленный на месте преступления. Было ясно, что дядя Гоша лично занимался убийством раком. А кто вообще такой-то дядя Гоша? Дядя Гоша? Вот он, Георгий Рыбчик. Официально работал сторожем. Имелся адрес его прописки, но там глухо. Там, разумеется. Две осечки. Неудачное покушение на буфетчицу и налет на грузовую машину. Ну да. После такого только в бега. А, да, да. Он так и спланировал. Приехал на вокзал с поддельными документами, но вмешался в случай. Муж буфетчицы работал на железной дороге и узнал дядю Гошу. Вот черт. Мужик, закурить есть? Отвали. А ну стой. Стой, скотина. А, иди сюда. Значит так, гражданин Рыбчик, отпечатки пальцев, обнаруженные на орудии убийства бритве Золинген, совпали с твоими. Подошва один в один, как на месте преступления. Ну, а вот это показания твоих подручных. Ах, как запели, голубчики. Ну, ладно. Срок скостишь, все как на исповеди расскажу. Ты не понял, Рыбчик. Условия тут ставлю я. Ты и так мне все расскажешь. Это я уже понял. Ладно, пишите. Долг у него передо мной был. Это мы знаем. Ты предложил ему сдать маршрут, по которому ткань повезут. А дальше? Он говорит, по рукам только половина улова моя. Половина груза? Ого! А у тебя там ничего не слепнется? Слушай, если после этого меня попрут с работы, ты что ли меня будешь кормить? Ладно. Маршруты давай. Будет тебе половина. Хорошо. Но если вдруг вздумаешь меня кинуть, я найду возможность как сдать тебя органам. Это был ваш первый разговор в 18.00 накануне убийства. Да. Я тогда понял, что такой партнер мне не нужен. А кто открыл тебе окно в туалете на первом этаже? Вы про окно в туалете знаете? Гражданка Корниенко. Корниенко? Это кто? Сотрудница райкома. Ты смотри, везде свои щупальца распустил. Ничего я не распускал. Просто женщина передавала мне нужную информацию. Так это она рассказала, что Середюк будет ночевать в райкоме. Так точно? Я и пришел под утро. маршруты давай. идиоты. Ваши всех там положат. Это же особо ценный груз. Это не велопробег. Ты чего? Повезло буфетчице. проморгал ты ее. Она, видать, тише воды засела. Мне про эту оплошность Корниенко опять же таки сказала. А как она вычислила, что Середюк был именно с буфетчицей в ту ночь? Поливчик. Это она же буфетчице телефон и продала. И как только это выплыло, она мне сразу... И ты решил избавиться от возможного свидетеля? Да. Только я не знал, что у нее муж такой ревнивый окажется. По пятам за ней ходит. Этот же идиот меня на вокзале и узнал. Вот такая вот Петрушка. подпись вот здесь поставь. Гражданка Корниенко. Да? Вы задержаны. За что? За спекуляцию. Из-за пособничества в убийстве. Пройдемте с нами. Пройдемте с нами. Георгию Рыбчику за убийство райкомовца дали 10 лет строгого режима. А что его подельники? Каждому по 10 лет лагерей за нападение на государственный груз. Корниенко получила 5 лет. Не осталась безнаказанной и буфетчица Зинаида Мишкина 3 года условно за дачу заведомо неправдимых показаний. А как сложилась судьба вдовы райкомовского ловеласа? Через год вышла замуж. Но не за Артура как кошка. Да, ее взял бжоновидный обкомовец. М. 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 Продолжение следует...